Заслуженный бомж России. Именно так называет себя 58-летний пермяк Сергей Рычков. Мужчина более 30 лет живет без крыши над головой и без паспорта. Но на судьбу не жалуется, а напротив, получает удовольствие от свободной жизни. Совсем недавно бездомный вернулся из Сочи, куда ездил автостопом отдыхать. Нелегкая, но интересная судьба человека в репортаже Дмитрия Гаврилова. 30 лет странствовать бездомничать, 30 лет не иметь дом, крыса. Небо голубое. И вы знаете, никогда, вот, мне не предлагали очень многое. Сережа, вот тебе квартиры, живи. Да никогда, вы знаете, свободу заменить этими дворцами невозможно. Я свободный человек. Человек нелегкой, но, по его мнению, счастливой судьбы, родом из деревни Косогорку Дымкарского района. Рассказывает, что после школы у него началась бурная жизнь. Студенчество, армия, работа на заводе ЗИЛ в Москве. Там он подключился к самодеятельности. Попал в популярный тогда фольклорный ансамбль «Ожерелье». Началась творческая карьера. Гастроли, концерты, популярность узнавали даже на улицах. Вы знаете, почувствовал себя звездой пленительного счастья. Звезда. Я слишком высоко полетел. И потом, в 90-м году, я немножко запил. А вы знаете, была такая система, 33-я статья, три прогула и «I'm sorry, my friend». И я оказался на улице. Автоматически лишаюсь прописки, лишаюсь жилья. И теряю в 90-м году паспорт образца Советского Союза. И по сегодняшний день у меня никакого документа удостоверяющего мою личность на мая. Без паспорта Сергей не может ни передвигаться на междугороднем транспорте, ни прийти на прием к врачу, ни устроиться на работу. Но наслаждаться жизнью ему это не мешает. Бомжара Сережа, как он себя называет, дауншифтер, живущий в гармонии с природой. Такая беззаботная жизнь его устраивает. И вот однажды, устав от холодной серой перми, новый хиппи решился на путешествие. Останавливается аудио, машина впереди. Ну я думаю, как обычно, будут на работу меня пригласать. Он говорит, куда едешь? Я говорю, на юга. Говорит, садись, тебе повезло, я до Ростова еду. С Перми до Ростова мы с ним доехали за сутки. В Ростове вышел и на Красную Поляну машина едет. До Сочи. Как раз вот где я жил, под бетонной плитой. Там Сергей соорудил себе небольшое жилище, в котором и провел около пяти лет. Деньги на пропитание зарабатывал, помогая по хозяйству жителям элитного поселка. Неординарную личность заметили местные ютуб-блогеры и посвятили харизматичному нон-конформисту целый цикл блогов, в которых рассказывали о жизни Сергея. Для зрителей он даже устраивал концерты. Ты накинь, дорогая, на плечи мне Павлова посадский плато. Но минувшим летом Сережа вернулся на родину в Прикамье и решил, что называется, перезагрузиться. Устав от прежнего образа жизни, отказался от алкоголя и сигарет. Говорит, помогла родная земля. Пристанище нашел в Пермском приюте для бездомных. Каждое утро он ходит исправно в церковь. Еще одна мечта Сергея – вернуться в родную деревню, но он не знает, существует ли еще она. Ну а работы Сергей Рычков, по его словам, не боится. Но я готов все равно что-нибудь брать веник, веничек взять, и хотя бы бычки у буржуев, у буржуев бычки подметать. Готов работать. Хочу. Верю, что может быть когда-нибудь мне скажут, Сережа Бамзара, ты заслуженный житель Российской Федерации. Вы знаете, это как будет здорово. Дмитрий Гаврилов, Александр Худяков, Телевизионная служба новостей.